здравствуйте с вами канал максимация и давненько не было обзоров на мобильные телефоны если честно то целых полгода блин извините меня за это конечно и сегодня мы возвращаемся к этой рубрики и сегодня будет обзор телефона nokia n73 в общем то говоря мне его подогнал лёха с канала автор канала чё хочу то врачу большое спасибо ему за это значит что у нас здесь телефон 2006 года выпуска в апреле 2006 вышел и в общем то был он довольно популярный давайте осмотрим внешне вот здесь вот такой вот корпус телефон довольно таки такой вот толстый передняя часть оснащена всякими кнопками джойстик пятипозиционный собственно и вот еще так такая заметьте если вот так вот ногтями его схватить с ногтями его схватить и вот так вот с этой стороны такое чувство как будто пытаешься зуб выдрать кнопка сброса кнопка вызова две функциональные клавиши здесь клавиши который вводит нас в меню вот здесь клавиши быстро быстрого доступа клавиши стереть и еще когда это клавиши может быть не помню что за клавиши надпись nokia модель здесь находится фронтальная камера да на нее прям можно даже фотографировать с правой и с левой стороны находится инфракасный порт крепление для ремешка какого-нибудь здесь внизу находится динамику такой вот разъем для гарнитуры разъем для зарядки зарядка выглядит так вот я покажу вот такая вот вилочка с надписью nokia и вот такой тоненький штекер два с половиной миллиметра на вот разъем для наушников тут свой собственный специально так делали раньше чтобы специально аксессуары отдельно еще покупать ну да ну заработать хотят же принципе сейчас к сожалению так тоже делают в 2016 году вышел как iphone 7 в котором если не ошибаюсь первый смартфон в котором убрали разъем три с половиной миллиметра для наушников а потом друг другие компании решили что а почему бы и нет это же решили убирать разъем для наушников чтобы все покупали bluetooth наушники деньги на таким образом зарабатывать вот у меня на смартфоне даже xiaomi mi8 lite тоже нету разъема для наушников но я всегда bluetooth наушниками пользуюсь так что мне в принципе пофигу с правой стороны кнопка зума или громкости кнопка быстрого доступа галереи что ли я не помню и кнопка который управляет камерой задняя часть напоминает немного sony ericsson к 750 а и вот смотрите вот помните на sony ericsson к 750 а и был вот такой вот сдвиж камеры открывается здесь то же самое здесь вот тоже вот так вот открывается камерой причем открываешь когда камера автоматически включается здесь также такая вот вспышка находится фонарик камеры здесь лучше чем на к 750 а и когда там было два мегапикселя здесь 32 мегапикселя что у нас тут написано сар автофокус автофокус естественно есть 32 мегапикселя собственно говоря к здесь у нас находится кнопка чтобы снимать крышку заднюю сверху еще один динамик и кнопка включения собственно какие конкуренты у телефона как раз таки были вот как раз таки тот же к 750 ай вот этот sony ericsson также были вообще телефон мне кажется очень похож на sony ericsson к 800 ай я вам показал картинку покажу у меня этого телефона нет в коллекции ну собственно что касается характеристик размеры 110 на 49 на 19 миллиметров весит 116 грамм поставлялся он в нескольких вариантах расцветки был серебристый серебристо-серый такой полиум какой-то белый прям такой ледяной белый еще и есть черный а мне достался вот такой вот белый с красным были довольно таки неплохо на самом-то деле также есть есть у телефона также разные версии есть и nokia n73 music edition он выпускался только в черном цвете и он отличался тем музыкальными возможностями улучшенным плеером добавили поддержку карты памяти карты памяти micro sd вроде бы по моему вроде бы если не ошибаюсь тогда как здесь просто карата мини-сд но об этом чуть позже ну и и так черном цвете это примерно как то же самое что w800 ай для к 750 ай здесь тоже плеер встроен и так и в мюзик версии music edition также как и в w800 ай там можно при включении включить плеер примерно то же самое еще есть nokia n73 как как там называется еще одна версия а вспомнил nokia n73 good father edition выпускалась она для поклонников фильма под названием крестный отец она отличается содержимым и внутри телефона файл файлах имеется виду в ней есть темы картинки которые как раз таки связанные с этим фильмом ну и естественно сам фильм прям в телефоне можно было сам фильм посмотреть что дальше по характеристикам у нас идет как я уже сказала карта памяти здесь разъем для карты памяти вот тут открывается вот так вот вот не сломать бы еще бы на самом деле на разъем для карт памяти мини мини-издельную сейчас такие карта памяти вы вряд ли уже где-то найдете и такой карты памяти у меня нет поэтому я не могу проверить это у себя дисплей tft 240 на 320 пикселей 2 и 4 дюйма 17 квадратных сантиметров что у нас там еще есть как я уже говорил камера 32 мегапикселей фронтальная камера на 0 3 мегапикселя но о том как она фотоит мы поговорим еще потом телефон работает на системе операционной симбиона с 9.1 и на платформе серии серии с жизнь 60 внутренняя память 42 мегабайта вроде бы поддерживает карты памяти я не помню до скольки гигабайт поддерживать не знаю ну и давайте откроем крышку посмотрим как он выглядит внутри что касается интернет это здесь у нас edge имеется gprs вот такой вот аккумулятор маленький давайте его вытащим bp 6 м на 1100 миллиампер здесь находится слот для sim карты sim карта вот так вот всовывается сюда вставляем аккумулятор и крышку заднюю вот так вот ну и давайте включим наконец-то вот так вот он включается к сожалению мой экземпляр немножко болеет так сказать он он у него какой-то косяк в прошивке и он постоянно перезагружается во время использования так что скорее всего вы будете угорать от того как меня бомбит от перезагрузок в этом видео и можно юсби конечно порты подключать блюдо здесь есть как я уже сказал есть их порт есть bluetooth вот такая вот всем известная заставка есть конечно же радио ну и так далее ну и давайте полазаем по функциям надеюсь у нас это получится сделать правда придется с трудом наслаждаться еще этими перезагрузками вот здесь у нас 33 g эта версия 3g есть еще версия 2g здесь вот прием сигнал у нас показывается здесь заряд батареи также видно что включен bluetooth время и дата оператор но логотип сим-карты показывается набираем набираем телефон там все такое звоним и так далее что эта кнопка делает я так и не разобрался эти посмотрим отчет ничего не происходит ну ладно не знаю для чего она слушать главное меню здесь не не через не джойстик в центр как обычно многих телефонах а вот на вот эту клавишу вот главное меню пожалуйста сообщение музыкальный проигрыватель камера журнал вызов режимы интернет диспетчер файлов контакты календарь галерея игры настройки приложения средства офис упорядочивать это все можно дело горячий клавиши вверх вниз на джойстике то все настраивается центральный клавишу меня диспетчер файлов стоит влево новое сообщение вправо а что вправо закладки контакты можно контакты вот тут при нажатии будут нет к сожалению эта кнопка переводит нас вот такое вот быстрое меню тут у нас есть радио да нет не надо нам радио сейчас музыкальный плеер интернет но в интернет мы естественно не полезем ну нафиг вообще ну и вот это вот естественно стирает цифры клавиша c вот что касается камеры как я уже говорил вот так вот сдвигаем и включается камера сажение тут как я уже говорил косяк прошивки любое какое-то взаимодействие может вызвать подгрузки вот так переключается режим видео режим или фото режим вторая камера можно также вот как вы как вы видите я тут при закрытии если не открывать объектив то можно будет использовать портативную ой господи фронтальную камеру как я уже говорил тут 0 3 мегапикселя его честно говоря я забыл можно ли на вторую камеру снимать видео да можно 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 да ладно давайте выйдем пока ни одной перезагрузки еще не было слава богу здесь можно вызовы посмотреть у нас пока их нет ну и давайте погуляемся собственно говоря уже по меню сообщение сообщение короче там всякие у телефона довольно таки неплохой динамик очень громкий давайте попробуем послушать на нем музыку два стереодинамика вот здесь вот отсюда музыка играет и отсюда по нынешним меркам качество конечно хромучая хромает сейчас никуда не годится режимы пейджер можно свой создать журнал вызов мы уже видели интернет можно войти в интернет там услуги всякие камеру мы смотрели уже кстати насчет камер забыл вам сказать про то вот я на нее снял несколько фоточек сейчас вы видите их на экране по нынешним меркам конечно но надо смотреть вот например фотографии в целом неплохие мне даже нравится а вот видеозапись вообще ни о чем качество отвратительная фотографии но более-менее более менее вполне чего там у нас на улице уже конец апреля а весны как не было так и нет фоточки на фронтальную камеру тоже мягко говоря никакие экран конечно же здесь не сенсорный все что кстати касается nokia они еще в 2003 году планировали сделать реально прям полноценный сенсорный смартфон но посчитали что слишком рано и не не стали его пока производить посмотрим чего у нас там по файлам есть слушайте реальной перезагрузки ни одной не было вот в галерею если зайти то можно посмотреть музыку и клипы при презентации вот все файлы можно сразу зайти духа есть ну и зависит 10 2 трека еще есть это те фотки на которые это те фотки которые я делал которые вы с вами которые вы уже кстати говоря видели ну и видос экранчик довольно большой реально интересно давайте по настройкам полазим что ли телефон есть видео вызов есть соединение дата и время защита а вот и первая перезагрузка меня просто бомбит от этих перезагрузок честно говоря вот пытаешься что-то сделать даже сфотать просто пытаешься сделать видео записать их оба перезагрузка получается ладно давайте подождем блин так все перезагрузка прошла перезагрузка к сожалению долгое достаточно это очень бесит вот реально прям он давать еще раз зайдем в меню почему бы нет посмотрим что там есть еще стройки миссу плана настройки посмотрели средства чё у нас там по средствам есть bluetooth и к порт включается ох тем дополнительный диспетчер приложение есть настройки памяти там всякое подключение кабелей это все темы чего у нас там по темам есть fire глаз iphone 2 тут некоторые закаченные fire давайте включим например применим посмотрим как это будет выглядеть выглядит кстати неплохо неплохо кстати смотрится некоторые темы кстати иконки меню джим даже меняют по моему но давайте по давайте посмотрим может есть такие iphone 2 но это закачанная видимо тема какая да видите значки поменялись но я хочу другую я хочу обратно старую поставить потому что грей давайте поставим ну ну давайте грейда поставим да телефон меня уже бесит сколько еще перезагрузок нафига нет терпеть вообще все надо ладно короче чё у нас там по приложениям давайте посмотрим учебник какой-то live блок флэш проигрыватель флэш кстати закрылся уже в начале в самом самом начале этого года офис что в офисе у нас адоб пдф даже есть квайк офис диктофон давайте его проверим здравствуйте с вами интернет-канал максимации сегодня мы проверяем диктофона на кин 73 который постоянно перезагружается ну давайте послушаем да ну качество не очень конечно по нынешним меркам ладно и игры к сожалению не сохранились те игры которые тут были предустановлены самого начала там змейка всякая была какая-то я тут есть игры который закачала я сам к сожалению давайте надо как надо выключить звук с 1 на кнопку включения если вот нажать можно выбрать режим включить блокировку клавиатуры и так далее давайте включим беззвучный режим потому что сейчас я сейчас объясню почему давайте зайдем в он стоял с например одна из старых игрушек на nokia довольно известная новая игра ну пускай будет потеряна короче дело в том что звук в играх очень очень громкие что можно оглохнуть ну не то чтобы оглохнуть но очень громко играть как-то даже противно очень громко как сделать тише вообще не знаю кнопки громкости не работают поэтому я выключил звук если вы знаете как в любой игре в этом телефоне можно звук настроить напишите пожалуйста в комментариях я буду очень благодарен так ну и тут я так понимаю да надо надо на рычаг на этот нажать что касается использования я таким телефоном не пользовался он мерцание пошли таким телефоном не знаю кто пользовался и у меня был китайский новодел к сожалению nokia n95 сам nokia n95 похож на самом деле на него немного так вот этот хмаревачках взорвать машину это так ну и здесь заканчивается уровень был вот такая вот игра bones была трехмерная еще часть bone touch называется я в нее играл на nokia пятьдесят восемь ноль ноль экспресс music телефон кто-то сожалению не сохранился мудаку одному отдал и зря на самом-то деле я ему отдал его не надо было этого делать может быть когда-нибудь ой я его тоже раз добуду и сниму обзор классный телефон музыка на нем очень классно и ну ладно давайте еще на давайте еще на игрушки посмотрим которые я закачивал бункер 3d например давайте посмотрим этот софт внесет вернул это игра от наших разработчиков кстати так склад давайте погуляем тут немножко в этой игре кстати можно настраивать громкость звука но тем не менее все равно громко вот еще вот как-то производительности производительности что ли не хватает как-то игра работают куда-то игра бункер 3d медленно работает на sony ericsson к 750 а работать быстрее намного вот так игра бункер 3d мне нравится я проходил всю трилогию целиком мне очень нравилось версию 1.0 к сожалению потому что версия 2.0 требовала какую-то активацию которая мне нафиг вообще не сдалась нафиг мне она нужна серьезно я вообще всю трилогию скачал тут у меня на этом телефоне есть лаборатория 3d замок крепость 3d есть всю трилогию может целиком проходить продаем медленно довольно работает не очень приятно как-то играть но все равно хоть как-то работает так все прошли этот тур и ну и хватит аудиоклип а вот здесь как-то просто перезагружает постоянно короче телефон перезагружается постоянно нормально только в нем не не полазишь будешь пользу по пользоваться им нельзя потому потому что вечно будешь пытаться даже позвонить хопа и перезагрузка пойдет ну нафиг вообще лучше его даже trap dungeon с которым мы с вами не так давно играли так не бесил какой-то косяк в прошивке которые реально вообще очень бесит блин выключился телефон наш ну и наверное на этом мы закончим с вами ну нафиг вообще короче тогда обзор долгий конечно получился извините но буду конечно там вырезать реально многие скучные кадры потому что насколько можно уже зависать так ладно и перезагружаться ладно на этом все с вас лайкос подписаться с меня печные видосы подписывайтесь на стримовский канал на канал с удаленными видосами кстати говоря пока новых видосов там больше не будет выходить потому что я принес туда все ролики которые надо было ну и на группу вконтакте подписывайтесь всем пока